Продолжение следует... Продолжение следует... Я вам скажу так, вся вторая половина 80-х годов отношения СССР и КНДР были отданы на местный уровень. И обмен делегациями, гуманитарными, культурными, партийно-политическими был очень интенсивным. Продолжение следует... Продолжение следует... Облеченные какими-то полномочиями работники МИДа того же и так далее. Потому что мы живем во всем этом, и мы от этого никуда не уйдем. И вот постепенное сползание северо-восточной Азии в такие понятия, как гонка вооружений, напряженность, это аспект, который затрагивает нашу повседневную жизнь. Достаточно вспомнить ядерное испытание, когда тряхнуло южную часть Приморья. И, кстати, вот я был в этот момент во Владивостоке и тоже это испытал. Продолжение следует... Северная Корея всегда имела вот такую внешнюю политику опора и лавирование между великими державами. Но до сих пор это был Китай, там Советский Союз, Россия. Сегодня тут еще и третий игрок подключается, Соединенные Штаты Америки. И здесь есть очевидная угроза для нас. Очевидная угроза для нас, потому что, опять же, мы можем проспать, как это случилось на Украине. Ситуацию, когда американский партнер нас в этой очень сложной и очень многолетней игре обыграет. Не дай бог, да?